Что в каждом курсе происходит и почему возникают проблемы, почему считается, что каждый курс самодостаточен, и после него можно уже уходить из школы. Так вот, первый блок вводный для начинающих. Что мы на нем проходим? Наша школа для нулевиков. И вводный блок рассчитан на начало, освоение, набор петель. То есть купили машинку, вообще не знаете, причем любую машинку, неважно какая, однофонтурная машина. Набор петель, простейшие способы вязания. То есть мы купили машинку и пришли к нам на первый вводный блок. Проходим освоение машины, подгибы, простейшие расчеты, рапорты. Мы независимо от того, какая у вас вязальная машина, электронная, перфокарточная, делаем третий урок, ручками провязываем узоры. Для чего? Для чего такие пытки? Для того, чтобы мы умели работать с инструментом и с иглами. Потому что пересадки, переносы петель, переносы замена цвета, это все очень такие вещи, на которых много ошибок допускается. Так вот, ручная отработка узоров отлично тренирует работу с инструментом. Вязание шапочки со симметричным ушком и джемпер-рыцарь для девочки, для мальчика. Показываю просто первый урок набора петель. Наборов петель бывает великое множество и показаны на двух типах машин. На ручной прокладке и на нитеводе. Немножко они отличаются, уроки разные. И то, что можно делать на ручной прокладке, им всегда доступно для нитевода и наоборот. Поэтому уроки разные и, соответственно, подходы к ним тоже разные. Поэтому вы выбираете тот вариант, который подходит вашей машинке и вяжем. Вот вы видите, просто один из элементов набора. Набор петель, простейший способ вязания, там же закрытие, там же убавки, все в первом уроке. И переходим на рыцаря, четвертый урок. Давайте сначала шапочку, шапочка. Ну и здесь шапочка с двумя ушками у нас уже идет. И узоры мы можем вязать руками, можем использовать возможности машинки. Потому что отработка ручных узоров у нас проходит на образцах. Я не зверь и не буду заставлять вас вязать изделие руками, если у вас есть электроника либо перфокарта. Отработали, посмотрели, как это делается. И изделие вяжете уже так, как вам удобно. У меня нет задачи вас уморить, есть задачи научить. Поэтому отработка частичного вязания, канты, ролики, узоры. Узоры не просто начали сначала, как пошло. Мы центруем узоры, обязательно раскладываем так, чтобы было по всему периметру одинаковое расстояние между ними. И заканчиваем очень ровной макушкой. То есть техник много. И самое главное, мы попадаем в размер. Это третий урок с начала вязания. Не шапку вяжем, а размер попадания. И четвертый урок это изделие. Вот вы видите мини-формат. То же самое, натуральный размер. Это два абсолютно одинаковых изделия. И для тех, кто не видит себя вот в таком варианте, мы специально провязали в варианте, чтобы показать. Это одно и то же. Кукла является макетом человеческого тела. У нее те же самые элементы. Руки, ноги, талия, голова, шея. Мы снимаем мерки, делаем выкройку и провязываем. Если надо на себя, не надо в мини. Отработка та же самая, телодвижение те же самые, пряжи меньше, ненужное изделие не вяжете. И опять же, почему изделие такое цветное? Но не только потому, что оно позитивное, яркое, нарядное. Это для многих хуже шок, потому что привыкли вязать черные мешки. Кстати, черные мешки очень опрометчиво считаются корректирующими фигурам. Ни в коем случае черный мешок, коричневый, это не корректор. Это черный мешок. Если вы хотите корректировать фигуру, то делайте дробное изделие. Разбивайте свое изделие на части. Части разные у каждого изделия, у каждой фигуры. Поэтому тоже нужно с этим вопросом очень тонко подходить. А здесь, мало того, что оно цветное нарядное, еще каждый элемент отдельно провязываемый в разном цвете используется. Для того, чтобы мы видели, какие элементы, в каком направлении, где они привязаны. То есть, напоминаю, это четвертый день с начала распаковки машины. Мы вяжем изделие. Вяжут его все. Это для того, чтобы вы не думали, что кто-то делает, а я-то вот, у меня руки не оттуда. Оттуда у нас у всех руки, и вяжут его все. Так, Алена, какой-то вождь СССР сказал, если мы будем отвлекаться на каждую лающую шапку, то мы до коммунизма не дойдем. Точно. Мы не на коммунизм. Нет, я очень отвлекаюсь на них и очень благодарна, потому что, если человек это настолько задело, что он пишет комментарии, вы не представляете, сколько вы задели моего времени. Я прослушала, я посмотрела, но ты же просмотрела, и спасибо тебе, что потратила на нас свое время. И ты не пожалела своего времени написать мне комментарий. Действительно, спасибо, я ценю это. И если комментарий имеет для меня какую-то ценность, ну, в том плане, что подсказывает, как про зеленую полосочку, почему бы не воспользоваться? Спасибо, добрые люди, вы действительно мне помогли. А в какой форме это было сказано? Ну, это на вашей совести. Стоимость 1 августа 3000 рублей, поэтому, если вы успеваете заплатить до 3 августа, то вы включаетесь в группу, которая начнет работать в сентябре. Это предоплата, предзаказ. В сентябре начинаем, в середине сентября где-то. Стоимость сейчас, до 30-го числа, 2000 рублей. С 1 августа будет 3000 рублей. Итак, и почему? Почему после первого курса можно уйти? Потому что я все уже знаю. Я знаю, как начать, как закончить, как шить, как связать свитер. Я мастер. Я могу идти вязать все, все что угодно. Но то, что там что-то не получается вообще ничего, это другой вопрос. Но вот это ощущение всемогущества вязального, оно вот прям присутствует. Самое главное, немножко его притушить и спокойненько пойти на второй блок. Потому что вот эти самые швы, это просто катастрофа, просто катастрофа. Еще раз, посмотрите в интернете. Швы показывают только те, кто на них специализируется. Есть мастера очень дорогие, очень из хорошей пряжи. Они гордятся своими швами, они показывают, смотрите, нет швов. Я про них вообще не говорю. Это высший пилотаж, это просто действительно мастера. Я говорю о средних, вот этих похвастушках, когда показывают изделие спереди. Ни бок, ни спину, ни посадку вы не увидите. Поэтому швы, это беда больше половины вязаных изделий. Полный ручной расчет изделий. Три варианта. Зачем нам считать руками, если у нас есть программа? Затем, что немножко позже, немножко дальше, покажу на следующих курсах, что мы будем вязать в полуручном расчете. Потому что есть вещи, которые вам программа не посчитает. Для этого нам нужно знать ручной расчет и не путаться в нем. Джемпер для Наташи. То есть для меня надо будет, конечно, переименовать, потому что, как мне одна девушка написала, я хочу для себя. Я вижу, для Наташи обидно, блин, связала для Наташи, ношу сама. Поэтому я думаю, что мы его переименуем, джемпер для себя или как-то по-другому назовем. Но пока у нас с названиями, у нас, конечно, скудновато бывает. Поэтому если у вас есть какие-то альтернативные названия, мы будем очень благодарны. Он простой, он связан поперек и имеет три детали. Спинка перед и верх. Верх – это полностью рукава через планочку цельновязанную. То есть модельное абсолютно изделие. То есть это не картофельный мешок, это не прямая пройма ни в коем случае. Это, можно сказать, кимоно, связанное из трех моделей. То есть из трех деталей. Это уже мы входим в моделирование. То есть это изделие очень непростое. И юбка. Юбка наоборот. Почему наоборот? Потому что она похожа на классическую, но все наперекосяк, потому что у нас школа креативного вязания. Мы не вяжем то, что простит, и что никакое. Мы вяжем необычные вещи. Развиваем ваше видение. Видение полотна, видение фигуры. Очень тяжелая юбка, потому что на ней просто ломка происходит. Привычка думать стандартно. Вот стандарты разбиваются в эту юбку, и вот тут такая прям борьба происходит. Но хочу сказать, что тот, кто смог, получает просто необыкновенный эффект, потому что заряд вот этого позитива, необычности и нестандартности изделия, которые можно носить, это очень здорово. И самое неприятное, что все хотят креатива, все хотят необычного, эксклюзивного, такого, как не у всех, но как только предлагаешь, вот эта вот привычка стандартизации, она, конечно, очень-очень тяжела, очень. Поэтому, когда вы видите такую вещь на себе и не знаете, как вы будете в ней смотреться, не надо своё мнение, не надо вот говорить, как мне не идёт, и специально утрированное мятое показывают, там, вот смотри, как мне не идёт. Покажитесь посторонним людям, которые не знают, что вам это не идёт, вы будете очень удивлены. Так, четвёртый урок через три недели после начала. Да, через три, это четвёртый урок, да. Платить, так, по поводу оплаты PayPal, да. Это вот судьберланы, так. Третий блок. Ну, на мой взгляд, это один из самых интересных, это компьютерная программа, это игрушки. То есть мы на этом блоке изучаем программу Книд Ставер за пять дней, играем. Программа достаточно насыщенная. Ну, сейчас летом у нас она была каждый день, когда мы проходим мастер-группу, мы идём, урок через день. Мы там рисуем, мы работаем программой, пока не вяжем, поэтому очень такая насыщенная и быстрая программа. Теория и практика работают для силера, для любой вязальной машины. Можно вязать в ручном варианте. Я могу вязать, не подключая электронику, просто двигать мышкой линейку. То есть в чём суть? В том, чтобы на экране двигалась линейка. Линейку я могу двигать вот обычной мышью, могу двигать электроникой, вот этой самой коробочкой, могу двигать адаптером. Можно вязать всё при помощи этой программы на сервере, на браздере, на Ниве, вообще вот на Тойоте. Чего у вас есть, на том можно вязать. Суть не в этом. И изучив программу, мы будем вязать практику, практическое занятие. Практическое занятие было у нас, был у нас в этот джемпер брусника. Но на самом деле каждый раз мы меняем изделие, чтобы не было застоя. Застои страшны не только вам, но и нам на самом деле. И у нас тоже требуется подстёжка, поэтому мы эти изделия периодически на каждый курс не ставили. Вот то, что мы вязали. И мы вязали еще и футболку, но показываю сейчас бруснику. Если вы посмотрите, это третий курс, мы только начали. Умение считать, ну, в общем, говорю, прям никакое. Умение вязать тоже так себе, ну, если уж объективно и честно, на третьем курсе. Тем более, что мы прошли только два. То есть опыт вязания два курса, начинающих. Мы вяжем джемпер брусника. Вот такой сложности. Оцените, пожалуйста, сложность изделия, насколько это доступно даже среднему уровню вязальщиц. Я думаю, что повторить это без опыта работы в программе вязания, вообще понимание, как это делается, нулевая возможность. То есть у меня один раз только девушка связала, но она моя ученица, и она прошла курс, поэтому она по виду изделия повторила, то есть сама связала, поняла, как это делается. Поэтому у девчонки, которые идут с нуля, можно сказать, что третий курс, это, считаем, девятый урок, мы вяжем с нуля. С распаковки машины девятый день мы вяжем вот такое вот изделие. Еще раз, вяжут все, потому что... потому что... потому что это моя школа, и я даю вам гарантию, что вы свяжете, если будете вязать. Четвертый урок, углубленное изучение книдстайвера. Что это такое? Это построение выкройек и посадка этих изделий на себя. На самом деле в любой программе, книдстайвер, дизайн, неважно какие там одностраничники или другие какие-то вещи есть, стандартные выкройки. Другое дело, что есть возможность их корректировать. Как правило, нет такой возможности, что дано, тем и пользуйтесь. У нас есть возможность корректировать те выкройки, которые нам предоставлены. И сразу говорю, что то, что дает эта программа априори, вот конструктор, мне не нравится. Я не нравится сильно. Объясняю, почему не нравится. Я даже провязала по этой выкройке джемпер, показываю, что конкретно мне в нем не нравится. Сейчас акцентировать не буду, но любую выкройку, которая там дается, мы корректируем под себя, под свои особенности фигуры. У кого-то плеч. Знаете, как у меня? У меня фигура сверху один размер, снизу на два размера больше. Чем мне пользоваться? Вот каким нюансом я ввожу свои размеры, строят, но строят прям горько пошиво. Мне не нравится. Поэтому корректируем, корректируем, и получаем основные выкройки. Кимоно, отрезной рукав, прямая юбка, брюки и реглан. То есть основные пять изделий, которые составляют базу любого гардероба. И самое главное, мы их провязываем. Это то, чего нет в программе. Изделия, опять же, уникальные, потому что они создавались специально под программу «Книстарер». Не потому что я где-то там проходила и заодно связала. Каждое изделие провязано под урок. Здесь мы вяжем кимоно отрезное, используем раздел рисования в нестандартном варианте. Это прям моя любимая тема, потому что обожаю вещи, которые выглядят сложнее, чем вяжутся. И использовать не по назначению, что бы то ни было, это прям вот мой конек. Мы используем рисование так, как его не используют. Получаем вот такой эффект. Ну, это имитация кокетки ажура. Вточной рукав джемпер. Ну, почти шанель. Аля, очень аля, очень сильно. Но если немножко подокорректировать и вам захочется, вы можете его модернизировать и получить классический шанель-жакетик. Юбка, состоящая из четырех клиньев с выточками и с завалом. Переднее полотно горизонтальное, заднее вертикальное, боковые, навстречу друг другу полоски. Если вы когда-то вязали юбку паркет, вы знаете, что это за кошмар. Это жуть, это ужас с непредсказуемым результатом. В данном случае, учитывая, что это опять же начало вязания, все за нас делает программа, выкройка построена, заварили на нужный угол, получили изделие. Считать ничего не надо. То есть, получается, что программа нам очень сильно облегчает жизнь, но при этом мы уже умеем пользоваться программой, и мы не плаваем в ней, мы знаем, что хотим, как этого добиться. Алена, пройдет, один знакомый посмотрел мои фото в соцсети, потом встретился, он спрашивает, ты специально одеваешься в белую, чтобы подчеркнуть свой 56 размер, а не то, что из шкафа выпало. Мне нравится белый, как будто одень я черный, размер станет 46. Не станет, вот не станет. На самом деле, не важно, белый вы любите, черный, если вы, знаете, как говорят, если женщина выглядит на свой размер, но она изящно выглядит на свой размер, это классно. Если она наденет мешок, она не будет выглядеть и стройнее, если она наденет что-то более узкое, она будет просто обтянута на свой размер. Есть у нас с вами размер, он есть, давайте мы подчеркнем красиво, изящно, сделаем там, где надо линии, там, где надо подрезки. Можно просто красиво облечь любую фигуру и получить изящную женщину любой формы. Это величайшее заблуждение, что я особая, не такая, как все, поэтому все могут, а я вот такая. Мы все одинаковые, только у каждого свои нюансы, надо просто их знать, пользоваться. Кимоно и брюки выполнены в спортивном варианте, это почти спортивный костюм, можно вязать в виде классического варианта, в виде спортивного. То есть задача, как здесь у нас задача отработать посадку вточного рукава, плечо посадить на место, пройму поднять, рукав, чтобы вот эта вот часть у нас села по фигуре, так и здесь. Если мы по фигуре, по своему телу посадим реглан, пройму, рука, наклон, найдем нужную длину и ширину, можно без кармана, можно в классическом виде, как угодно. Вообще не настаивая, наша задача связать, посадить идею на себя. Ну и брюки. Когда говорят, что брюки, а я хотела ритуза, а я хотела вот бриджи, задача попу обтянуть ровно. А какие вы штанины сделаете, шорты, бриджи, кюлоты, ритузы, там клеш, что скини, вот что хотите на самом деле, потому что если вы посадите попу на место, ноги вы проверите, какие угодно, и у вас все варианты брюк в кармане, можно сказать, потому что это как раз урок рассчитан на то, чтобы вы подобрали, подогнали под себя выкройку. Это подгонка выкройки под свои размеры. Мы провязали, посмотрели и подкорректировали. Это считайте, что мы вяжем пробники, потому что ни одна программа не даст вам идеальную посадку. Учитывая, что ко мне приходят девушки с уже сразу говорящие с выкройками не дружу, боюсь, не умею и не хочу. И не надо, не надо, пусть программа делает. Мы с вами просто тихонечко подвигаем линии и подкорректируем то, что у меня получилось. Идеальная посадка граньки ровно после этого. И вот теперь, это как раз тот самый блок, когда я знаю, что хочу, но не понимаю, как это сделать, мы переходим к пятому блоку. Уже начинаем изучать всевозможные техники и варианты вязания. пятый, джемпер с погонами, карманы отрезные накладные, кардиган на молнии, плюс шивание молнии, плюс капюшон, три вида мужских шапок с разным затылком. На самом деле, можно было бы вязать одни образцы, но на них не научишься собирать все это в изделии. Можно было бы вязать все в изделиях, но если у нас, не знаю, шесть-семь видов карманов, вы представляете, шесть-семь видов изделий. Зачем? То есть я вообще предпочитаю отрабатывать на макетах, на образцах, и когда вы поняли, как это вяжется, уже для меня этого изделия это гораздо менее стрессово, чем сразу вязать какое-то изделие, тем более вам столько, скорее всего, не нужно. Джемпер с погонами. Он простой, в нем прямые рукава, в нем ничего особого нет, но у него настолько тонкая обработка, и он так хорошо сидит, что вещь крайне удачна. И, что самое важное, помимо того, что она смотрится сложнее, чем вяжется, оно еще и... Ну, после того, как получилось, глубокое удовлетворение испытывает вязальщица, потому что получилось ровно то, чего хотели. Это как раз подтверждение того, что мы идем по тому пути, по которому надо. Потому что, если заварить сложными изделиями, ну, это... Ну, все, я руки не оттуда и бросаю ей это дело. Если у вас получается, вы видите ровно то, что хотите. Ну, все, вот оно. Кофта изначально планировалась как для мальчика, но поскольку мальчика подходящего не нашлось, в качестве мальчика выступаю я. Кофта очень интересная имеет выкройку, потому что, если обратите внимание, у нее цельновязанный капюшон. И вот этот узор мы опять же отрабатываем в кинсталер, мы берем любую картинку, вот какую возьмете, вот любое переплетение, в данном случае это был небольшой фрагмент, растягиваем его на нужную длину, специально показываю, что от начала до середины капюшона. И плюс к этому ширина, задаем ему ширину и длину и растягиваем вот ровно так, как нам надо. Программа кинсталер это позволяет, мы это прекрасно делаем и такой узор можно вывязать и электроникой, и ручками, не так много тут вязать. Понятно, что перфокарта нас тут не спасет, потому что у нас есть количество рядов, но кто-то может и перфокарту подобьет специально под это изделие. Так вот, ширина задана, это цельновязанное место, которое идет от полочки. И вот здесь у нас узор так и переходит. Никаких швов тут нет, все очень интересно, цельновязанно. Шиваем молнию ручками, само собой, никаких вязаний на швейных машин. Это табу для курса. Швейными машинами вязания могут пользоваться то краса. И когда я видела совет начинающим сшивать колготки на швейной машине, ну, тут просто слов никаких нет. Ну, с другой стороны, у каждого своя методика. Критиковать не будут. Шивание молнии, опять же, на бросах, потому что тренироваться на изделии это очень печальный эффект. Может быть, когда мы тренируемся на тряпочках, выбираем тот способ, который нам нравится и используем все в карман. Нет, просто вшить ленту, как попало, это не наш вариант. Ну и шапки. Шапки специально для этого курса. Опять же, корректировка в книтстайлер по ширине, длине логотипчика какого-нибудь, там в данном случае буква М готическая и разные виды макушек. Очень интересный эффект от накладных кос. То есть, можно применять косы хоть на всю ширину изделия. Вид такой необычный, получается, типа двухфантурное вязание, но это одна фантура, все одна фантура и косы накладные, получается бини и третья шапка с козырьком и целенавязанной макушкой. То есть, не надо вязать все три, либо все три можно вязать в мини-формате, но каждая из них имеет свою отработку, свое назначение и свою технику вязания. Поэтому, если вы хотите научиться вязать и вязать без перевязок и без разочарований, желательно отрабатывать каждый урок. Какие эмоции после пятого курса? Да и вообще все умею. Вот, чему дальше-то учиться? Но есть еще шестой блок, а вообще всего девять. Поэтому, платье. Это поперечка. Видела, я такие платья вяжу, но все на самом деле гораздо проще, чем кажется. Поэтому, расклешенное поперечное платье, носки, колготки, интерлак и зигзаг два варианта. Платье у нас это вот в таком варианте, не пойми что. То есть, казалось бы, ночная рубашка какая-то, но задача тут отработать, клинья, это платье вяжется без единого шва и единым полотном. То есть, и рукава, и подол, и все это рассчитывается на бумаге. Потому что, это как раз тот вариант, когда посчитать руками проще, чем на машинке, чем в программе. И тот, кто у меня проходил расчет, ну, во-первых, еще и в уроке есть расчеты, упрощенные. Но, если вы хоть чуть-чуть владеете калькулятором, вы это платье свяжете. Самое главное понять принцип, как эта рукава вяжется одновременно вместе с основой. Единственные нюансы, конечно, всех поперечных изделий, это ограничение по длине, но тут можно использовать сшивание, сшивание одновременно с вязанием, швы, фактурные швы, скрытые и так далее. Это уже вопрос к мастеру. Но сам факт вязания такого платья, как правило, увяжена на деток, на детей, либо туники для себя. Панамка. Она может идти в комплект платью. Очень интересно смотрится. Панамка факультативная, можно не вязать. Интерлак. Это введение в кокетки. Изделия, кстати, многие интерлаки боятся, и страшного тут ничего нет. Самое приятное в интерлаке, то что каждая деталька провязывается отдельно, и получается, что у нас весь этот огромный свитер на машинке никогда не висит. Он все время сам по себе. Его можно оставить и взять что-то другое. И все, что висит на машине, это все время один маленький квадратик. Учитывая, что здесь 240, по-моему, квадратиков, если я не ошибаюсь, если я правильно посчитала и правильно помню, то, конечно, изделие вяжется не за 5 минут. Рассчитывать его надо, соответственно, законом интерлака, но, опять же, повторюсь, это введение в кокетки, потому что интерлак не что иное, как кокетка, но самая простая, без ростка, без каких-то нюансов других, которые есть в вязании круглых кокеток, но за счет того, что у нас эти квадратики перетянуты в разные стороны, у нас получается идеальная посадка без мешка, вот такая вторая кожа в облипку, но это нюанс вязания, если так вязать обычные кокетки, то, конечно, можно получить такой неприятный эффект. Введение в кокетке прошли, отдыхаем на носках, носки, штука хорошая, отрабатываем классически, отрабатываем носки цельновязанные, опять же, мы начинаем вязание, видите, единственный шовчик, который тут есть, это вот этот маленький, все остальное вяжется целиком, мы начали вязать, целиком провязали, сняли с машинки, сделаем маленький шовчик, вот этот, и носочек готов. Опять же, задача не носок связать, а научиться вязать круговое вязание на двухконторной машине, и имитацию шва, то есть шивание в процессе вязания, это тоже прекрасная отработка на таких маленьких изделиях, а дальше вы этот способ можете использовать на платьях, на кофтах, на пальто, на чем хотите, то есть не надо забывать, что техника вязания, она не уникальна, то есть она применима для разных изделий, одно изделие можно связать разными техниками, и разными техниками, и разные изделия можно связать одной техникой, это тоже очень такой интересный момент юбки опять же мы не сторонники вязать то что вам не нужно внутренный размер техника вязания отлично отрабатывается юбка скользящее вязание реальное скользящее настоящие под 45 градусов расчет очень интересно мы считаем исключительно по петлям ряды здесь вообще не учитывается так очень интересное вязание не распространено здесь по причине своей ну скажем так непростоты то есть наши времена упрощения не сильно котируются сложные вещи лучше связать квадрат какой-нибудь стянуть его резинкой и все хорошо мы не сторонники мы хотим чтобы умели вязать все не умели вязать все кстати так можно вязать джемпер так вязать шикарнейшие рукавички получаются и имитация скользящего вязания разные названия есть у этого вязания но в общем то мы вяжем юбку и по мне так вот это реально скользящая версия проще чем имитация но для того чтобы иметь свое собственное мнение для того чтобы понимать нужно связать это и другое вы видите оба мини-формата и кстати вот эти юбки у меня вяжут на детей у кого есть дети вопрос моделью решен не забывайте пожалуйста подписываться чтобы не потерять и если как вам нравится поставьте пожалуйста лайк отметьте нашу работу мастер-классы мы решили выкладывать в большом количестве поэтому если вы потеряете наш канал не сможете найти потому что по всем этим изделиям когда у меня будет время я эти мастер-классы буду постепенно выкладывать но укороченном виде то есть если вы не умеете вязать повторить такое будет сложно тот кто умеет вязать тот по виду изделия по вот этим вот тезисом вязание вполне сможет это все провязать кокетки введение в кокетке мы прошли на джемпере интерлак и сейчас реальные кокетки начинаем вяжем пальто вот помните говорила что когда в самом начале был вопрос про сколько надо машина какого класса это 5 класс но очень очень толстая пряжа и пальто получается двойное здесь картинки нет но она двойное вот эти вот полосочки которые вы видите это места соединения то есть мы одновременно вывязываем и вверх и подкладку здесь ничего не шито никакие подкладки не сшиваются шитья нет вообще все связаны все одновременно закончена шивается все единым швом внешним поэтому все очень плотно ничего не расходится ничего нигде не торчит безобразных швов нигде нет даже Если вы их не умеете сшивать, у вас получится вот так же. Вот подкладка торчит, вот она. Она другой пряжи совершенно. То есть, если у меня верхушка толстая, связана через иглу, то подкладка полноценная, обычная пряжа для сильвера, подходящая, вяжется на каждой иголке. Вот такой эффект, вот так мы добиваемся. И кокетка, которая у нас имеет росток и имеет подрез по спине. То есть, вот тоже очень сложно. И как раз это пальто хотели у нас купить, но мы не продали, потому что неумение работать в программе, неумение считать, неумение вязать. И что дальше будет с этим пальто? Оно не будет связано. Мастер-группа свяжет со стороны вряд ли кто-то. Кепка. Кстати, сейчас кепки очень актуальны. И опять входит в моду. К этому пальто полагается кепка. И кокетка из коз. Тоже считать такую кокетку мы будем ручками. То есть, часть изделия мы, как люди ленивые, посчитаем в программе квадратики вот эти вот с раскрешением. То есть, пусть программа считает. Разобьем на нужное количество коз наше изделие. И вот эта вот часть уже пойдет на ручной расчет. Не умеем считать, не умеем пользоваться калькулятором, мы тоже это не свяжем. Можно как туника, можно как платье, можно как кофту, как угодно. Это долевое обычное изделие, длина не ограничена ничем. Ширина, собственно, тоже. Потому что, если мы не проходим машинку, мы можем взять из четырех, из трех элементов, как угодно. Кокетка это позволяет. Как? Вот так. Моя группа знает. Вот они косы. Причем косы, если посмотрите, нестандартные и очень большие. То есть, вот эти вот косы гигантские, тоже очень хитро вяжутся. В общем, смотрится все это необычно, нестандартно и непонятно как. Вязание широченных, огроменных кос, которые могут занимать гораздо большую ширину, хоть-хоть вот в третье изделие, тоже одна из особенностей. Потому что могут быть дырки, вот тут не уследила, видите, дырочка. Тот, кто не понял, не разобрался, все будет в этих дырах, перекосах и очень так неприятно смотрится. Интересные отделки по горловине, интересные отделки по краю. Вот здесь вот это не резинка, это все имитация. Поэтому сплошная обманка, но очень классно выглядит, очень комфортно, удобно и необычно. Это кокетки, то есть курс кокеток. Который проходим мы на седьмом месяце обучения. Восьмой блок. Целеновязанные воротники. Летний жакет, поперечный реглан с совмещением полос, долевой реглан с фигурными вставками. То есть здесь сплошные изделия. Виды и выкройки целеновязанных воротников. Это отдельное изделие, тоже элементы. Это как образцы, то есть есть выкройка, и вы провязываете и тренируетесь, как это все будет выглядеть. И после того, как потренировались, разобрались с целеновязанием, с целеновязанием ворота, мы провязываем жакет. Вот с этим самым целеновязанным воротом. Очень интересный рукав. Очень интересная застежка. Здесь сплошные нюансы. Хлопковый жакет. Задача посадить по фигуре и с удовольствием носить все лето, потому что не все же нам куртками пользоваться. Мужской вариант. Совмещение поперечных полос. То есть здесь опять же идет целеновязанное изделие, но расчет хитрый. Часть элементов мы считаем в программе, часть руками. Потому что у программы есть свои нюансы, которые не позволят нам подвинуть рукав и совместить вот эти полоски. Поэтому что-то лучками, что-то в программе с максимальной потери времени и максимальным эффектом. То есть задача совместить и единым полотном связать. Швов у этого изделия также нет. То есть оно поперечное, ни единого шва в вязании у нас не предусмотрено. Ну и дизайнерское изделие, реглан с интересными вставками и подрезками. То есть здесь очень интересный ворот. Не ворот, а головина с уходящей точкой резинкой. И вот эти вот подрезки считаются в ручном варианте, но на самом деле можно в кните. Даже нужно. Поэтому для тренировки можно ручками, можно воспользоваться ручным расчетом. Хотите потренировать нервы и умение считать, можно ручками. И девятый блок – это завершающий блок. В нем мы проходим себя. То есть мы изучаем свою фигуру, типы фигур, особенности фигур, как делать корректировку своей фигуры. То есть проходим очень интересный нюанс. И как посмотреть свою фигуру, как примерить изделие перед тем, как мы будем ее с вами вязать, посмотреть на себе. Что же мы будем вязать. Очень интересный урок. И тот, кто им пользуется, тот имеет очень большое преимущество, потому что перед тем, как мы начинаем вязать, мы уже понимаем, что у нас будет, как это будет выглядеть. Перевод выточек тоже сплошное моделирование, потому что мы знаем, что выточки практически всем нам нужны, если мы будем вязать изделия по фигуре. Но выточки я на самом деле терпеть не могу. Эти классические швы на груди, но они мне нравятся, не люблю. Поэтому переводить выточки можно в разные самые места. Как это делается, мы проходим на втором уроке. Летнее платье. Летнее платье – это мы считаем, что выпускной экзамен, потому что платье – это не самое простое изделие. Это суперизделие. И сравнивать его с майкой можно только, если это удлиненная майка. Если вы вяжете реальное платье, то это целое искусство. И для того, чтобы вязать платье по фигуре, надо очень много знать. То есть купить какой-то мастер-класс и сказать, что я мастер – это очень большое заблуждение. Потому что даже если вы свяжете, вы вряд ли получите тот эффект, который видели на модели, которая вам это продала. Определение типа фигуры, разработка гардероба для себя, проект выпускного платья для себя. На самом деле, это платье летний урок дается для консультации, чтобы вы посмотрели, как это все делается и как это все можно под себя корректировать. На четвертом уроке мы под себя это все прорабатываем, поскольку это уже выпускной урок. Мы не гонимся за неделю, мы спокойно отрабатываем этот курс. Все ссылки под видео. Все, что я показываю, все, на что я когда-то говорила, на что намекала, на что ссылалась, все ссылки вы можете найти под этим видео. Да, пожалуйста, пишите на почту. Пишите обязательно, если вы хотите. Вот у вас есть намерение заплатить, напишите нам на почту. Не задавайте в соцсетях вопросы, куда платить. Вам миллион ссылочек предоставят, куда заплатить. Только нас там не будет. Уже были такие прецеденты. Поэтому хотите оплатить, пишите, пожалуйста, на почту. Почта под этим видео. И обязательно после того, как оплатите, тоже сообщите вашу почту и сообщите, что вы заплатили. Потому что в оплате, действительно, чаще всего вообще не написано ни от кого, ни за что. Так, ну, список материалов для пятого класса, у нее почти ничего нет, надо заплатить. Хотя бы первое время машинку только купила, попробовала обрасти. Так, ну, Светлана сразу все отправит. И, ну, переписка по ходу конкретики. Поэтому все вопросы, которые у вас будут, вы будете организационно решать со Светланой. И вот так же она вам пришлет свою информацию, чтобы вы подключили, чтобы у вас все получается. И тогда, тогда вы попадаете уже в мои ручки. И уж я-то буду вас трясти, как могу, потому что научиться всему этому можно. Не посмотрев урочки, а провязав. И я требую домашнее задание. Домашнее задание – это единственное подтверждение понимания вами темы. Что вам все понятно, у вас все получается. Так вот платье. Что в этом платье? Кажется, что оно мне маловато. Кажется, что оно вот прям в облипку. На самом деле, когда я его показывала, я показывала, что между мной и платьем можно кулак сунуть. Оно просто облипает. Здесь выточка. Здесь четко снятые размеры. Здесь немножко свисающая плечика, чтобы убрать мои короткие плечи. У меня очень узкие плечи, и я буду просто казаться вообще. Плечи исчезают при таком фасоне. Здесь четко под грудью находится линия пришива. И она идет параллельно земле, не только спереди, но и сзади. Здесь облегченная юбка, потому что если такую длинную юбку связать в такое же количество пряжи, она будет отвисать. А мне нужно, чтобы она вокруг меня вот так вот струилась. Поэтому тоже приемы по облегчению полотна. То есть здесь очень много нюансов, которые хорошо бы знать. Но чтобы их понять, потому что, знаете, когда мы видим какую-то информацию, но не понимаем, о чем речь, мы ее отметаем как несущественную. А она является основой, без нее вы ничего не получите. То есть чтобы для вас эта информация представляла ценность, и вы понимали, вам надо дойти до нее, до ее уровня. Понять, что это реально, вот это то самое ноу-хауз, к которому вы пришли. Вы понимаете, о чем идет речь, как это применяется, как это отрабатывается, куда это девается. И только тогда от этого будет результат. Поэтому платье это итог, итог вашего обучения. Идеальная посадка, идеальное выполнение, идеальное решение вашей фигуры. Но свяжут это платье, опять же, только те, кто, ну хотя бы не все, но большинство уроков провязал. Смотреть бесполезно. Смотреть это как кино, посмотрели, забыли вообще о чем речь шла. Поэтому нюансы наших курсов в том, что вы получаете код, можно только с компьютера смотреть, с телефона не получится. И делиться нельзя в склад, чему тоже наши курсы не купить. Поэтому покупайте для себя, пользуйтесь индивидуально, выскачивайте на свой компьютер, то есть уроки у вас остаются. То есть не надо ходить ни на какие ресурсы, вы можете эти уроки оставлять себе, вы можете ими смотреть, сколько хотите, когда хотите, как хотите, но поделиться вы ими не сможете. Вот такая вот хитрая, хитрый нюанс такой. Поэтому, если есть желание оплатить, пишите, пожалуйста, на нашу почту. Почту вы видите под этим видео. Никакие сторонние ресурсы, пожалуйста, не тревожьте по этому вопросу. И жду вас в нашей школе вязания. Мы с вами будем учиться вязать. Мы будем с вами учиться не только вязать, но мы будем учиться вязать с удовольствием. Потому что если тошнота от этого дела, то лучше не начинать заниматься. Помимо того, что на школу креативного вязания, я бы даже на первую строку вынесла антистресс. Школа антистресса. Потому что первое, что мы учим, не бояться и не паниковать. И не испытывать каких-то негативных эмоций от того, что там пряжи жалко, от того, что не получилось, от того, что у меня вообще руки не оттуда. Это все те вопросы, которые мешают, которые нас действительно лишают. Ну, возможно, хоть что-то делать. Поэтому вот эти вот вещи, которые нас губят, как творческие личности, мы убираем буквально на первом курсе. И мы понимаем, что ручки у нас золотые. И пряжа у нас такая, чтобы нам не жалко. И вяжем ровно то, что хотим. И все у нас получается. Потому что лозунг в нашей школе. С нами у вас все получится. Поэтому жду вас в нашей школе креативного антистресса вязания, избавязания. И в следующий вторник на вебинарах. Все ссылки, о чем бы я ни говорила, находятся под этим видео. Если у вас остаются хоть какие-то вопросы, пишите. Все ссылки на наш сайт, на наши контакты вы тоже найдете под этим видео. СМИ. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok